Почти 6 километров идеального асфальта, 18 поворотов, в верхнем слое датчики, фиксирующие температуру. Разогнаться на этой дороге мечты можно до 320 километров в час и не бояться, что под колесом внезапно появится кочка или яма. Так выглядит гоночный трек Формулы-1 в Сочи. По мнению экспертов, эта трасса одна из самых технологичных в мире. Многие долго не верили, что именно кубанские дорожники смогут создать дорогу мирового уровня. Для строительства изначально хотели пригласить австрийцев. Рассуществлялось непосредственно строительство дорожными организациями Кубани, укладка всех конструктивных элементов трассы Формулы-1, в том числе и финишный слой. Новый экспериментальный, инновационный слой, пригодный для использования гоночных болидов. Боязности никакой не было, потому что я был уверен в тех людях, которые выполняли эту задачу. Все, кто помогал создавать не только эту трассу, но и дороги по всей Кубани, сегодня собрались в зале Краснодарской филармонии. Перед своим профессиональным праздником кубанские дорожники принимают первые поздравления. Лучшим строителям краевых автомагистралей губернатор вручает медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. Именно благодаря их ежедневному труду дороги края сегодня признаны одними из лучших в стране, подчеркивает Александр Ткачев. А их состояние формирует имидж всего региона. Без хороших дорог невозможно представить сегодня современную Кубань. Значит, без вашей профессии тоже. Вы есть такой мощный кулак дорожной отрасли. Природа испытывает нас на прочность. И первые часы, первые дни приходили на помощь дорожники. Как самые более организованные, как наиболее профессиональные, с техникой, людские ресурсы мощные. И, конечно, профессионализм предан нас делу. Я уверен, что славы в вашей профессии не задерживаются. И остаются только те, кто по-настоящему предан своему делу и своей профессии. Я от всей души хочу поздравить всех работников, ветеранов дорожного хозяйства Кубани. Спасибо за ваш труд. Желаю профессиональных успехов, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. АПЛОДИСМЕНТЫ Как мы с вами быстро выросли за короткий временной промежуток времени. Совершенно недавно вроде бы начали впервые наносить разметку на дорогу. Это воспринималось автомобилистами не очень хорошо. А сегодня уже настолько привыкли к этой разметке, что если попал на участок, где после ремонта еще не успели ее нанести, становится как слепо. Вы делаете нашу жизнь удобнее, комфортнее. Спасибо вам за это большое. Чтобы дороги края и дальше были одними из лучших, в этом году выделили более 15 миллиардов рублей. В планах построить и отремонтировать более 400 километров полотна. Южный регион – один из немногих, который может позволить финансирование муниципальных дорожных фондов из краевого бюджета. Создание двух мегапроектов – Олимпиады и Формулы-1 – за несколько лет подняли дорожную отрасль края на совершенно новый уровень. Об этом Александр Ткачев говорит уже после торжественной части с директорами дорожно-строительных компаний. На Кубани ежедневно эксплуатируется 40 тысяч километров федеральных и краевых дорог. И все те без преувеличения мировые технологии, которые освоили кубанские дорожники, должны использоваться и при создании дорог регионального и муниципального значений. Такого, что уже через три года новый асфальт начинает разваливаться на куски, быть не должно, уточняет в разговоре с главными дорожниками Кубани Александр Ткачев. Мы должны качественно строить, мы должны уделить вот эти годы, ближайшие пять лет, уделить качеству. Вопросом долговечности. Я понимаю, что битумные заводы, их нужно реконструировать. Я понимаю, что, наверное, это получит определенное удорожание. Я понимаю, что мы должны, наверное, и сами, в общем-то, очень внимательно к этому относиться. Конечно, мы должны закончить проблему с люками. Мы до сих пор не научились их, в общем-то, прочно устанавливать. Если сделать дорогу, у нас на минимум пять лет должна работать. Что касается дорожного фонда, мы планируем достаточно активно его насыщать средствами. Понятно, сколько бы мы ни говорили, что дороги хорошие-хорошие, но без реальных, так сказать, средств, конечно, мы не сможем их кардинально увеличить. Поэтому задача стоит, чтобы примерно каждый год плюс пять миллиардов мы увеличивали дорожный фонд, именно краевой. Застарелая беда для всей России – отсутствие качественной единой транспортной сети, которая связывала бы все населенные пункты. Для Краснодарского края наличие такой инфраструктуры особенно важно. Ведь в пик курортного сезона на Черноморское и Азовское побережье по кубанским дорогам проезжают миллионы туристов. Такая нагрузка требует не только высокого качества асфальта, но и появления новых развязок и направлений. Очень много людей, вот в последние годы большая интенсивность возросла. Те, которые хотят путешествовать именно автотранспортом, принято решение о том, что мы начинаем проектировать в этом году Краснодар-Абинск-Кабардинка, но немножко в другом варианте, не от Абинска до Кабардинка, а обходом Абинска с севера, обходом Крымска с севера и заходом на Новороссийск через Верхнюю Баканку двумя тоннелями. Увеличение пропускной способности дорог, пожалуй, главный вопрос после их качества. Во многих городах, в том числе и Краснодаре, дорожная инфраструктура просто устарела к современным требованиям. С того момента, когда все проектировалось, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, и переварить такой поток у транспортной сети получается с трудом. Как пример, одна из самых больных дорожных артерий Краснодара – Яблоновский мост. Многокилометровые пробки на въезд и выезд из города уже стали символом этой магистрали. Чтобы автомобилисты вздохнули с облегчением, новый мост на этом участке необходим, как воздух. Мост мы проектируем год, хотя по нормативу такие мосты проектируют не менее двух лет. Сегодня мы находимся на экспертизе и планируем к концу года иметь контракт и выйти на строительство моста. Строительство моста 15, 16, 17 год. 500-метровый мост пролетом с подходами почти по 900 метров с каждой стороны, шестиполосный, сам по себе красивый, с тротуарами, с велосипедными дорожками. Уникальный мост. Это будет гордость края, потому что ни везде, ни во всех регионах такие мосты строят. Сегодня в крае выстроена долгосрочная стратегия развития дорожной сети. К чемпионату мира по футболу в 2018 году должны обновиться магистрали не только в Краснодаре, но и на основных подъездных направлениях к кубанским городам, особенно в порты и на побережье. Огромные объемы дорожного строительства требуют в первую очередь рационального расходования денег, подчеркивает Александр Ткачев. Лучше вложиться много, но один раз и сделать качественно, чтобы каждый сезон не переделывать дороги. При таком подходе деньги действительно просто закатываются в асфальт. 3,5 миллиарда выделяем на поддержку муниципалитетов. Это беспрецедентный шаг, не каждый субъект себе это позволяет. И каждый год 3,5 миллиарда, конечно, это ощутимо. Конечно, это уже, так сказать, как-то чувствуется, и мы видим изменения на местах. Но, безусловно, это недостаточно, конечно. И мы понимаем, что нам нужно больше строить новые дороги в своей региональной сети. Еще очень важное направление – это объезд Ленинградки. И второе – это Воронежская. Но, тем не менее, Краснодар – это приоритет. Я думаю, что дело чести каждого строителя, дорожника, здесь вложить свой вклад. Только до конца этого года кубанским дорожникам предстоит отремонтировать более полутысячи региональных дорог, построить 50 километров новых тротуаров и около сотни километров электроосвещения. И именно в Краснодаре в ближайшее время предстоит сделать большую часть работы, заметил глава региона. Чтобы транспортная инфраструктура краевой столицы была ничем не хуже, чем в Олимпийской. И сделать это предстоит именно кубанским дорожникам, тем, у кого есть опыт строительства дорог мирового уровня. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Маскаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.